Всем привет, друзья! Снова моя мятая тряпка в кадре. Видео сегодня о том, что я просто прикупил две вот такие вот алюминиевые миски для походов. Одна мисочка 180 мм, как указано на этикетке. Вторая 170 мм. Цена у большой миски 130 рублей, у маленькой 120 рублей. До этого заходил в спортивный магазин, их было много. Буквально это было месяц назад. Вот сегодня зашел, осталось две вот эти миски и еще одна третья поменьше. Но у меня, к сожалению, денег с собой был сгулькин нос, как говорится, и мне их хватило только на превратение вот этих вот двух мисочек. А если ту не заберут, то потом я ее тоже куплю. Да, там что-то тоже около 100 рублей стоит. Купил их для походов, так как, я думаю, вот эта вот мисочка можно как и тарелку использовать, да, в принципе, как и эту. И так же, как некую сковородочку. Вот только бы хорошо раздобыть где-то чапельник, чтобы человек поставил где-то на костерок или на газовую горелочку, чтобы руками или там в перчатках не хватать, все зааккуратно. Вот хочу раздобыть где-нибудь чапельник. У мисок, кстати, небольшая есть такая даже разница. Вот у большой миски бортик менее такой округлый, более тонкий и меньше загнут как бы сюда вовнутрь. И такая вот щелочка есть. У маленькой миски же более такой толстый ободок вот этот вот. И кроме того, он завернут как бы в сторону стенки. А здесь совсем чуть-чуть, как бы он смотрит на стенку, можно вот практически пальцем за него цепляться. А здесь он так, более завальцованный, более круглый. Вот и уже пальцем не зацепишься. Давайте их взвесим. Мне почему-то интересно их в массу узнать. Взял, почему вообще алюминиевые? Была у меня, ну точнее даже есть, с тонкой нержавейки. Мне в ней готовить не понравилось, когда что-то подогреть или там даже лучок какой-то поджарить. То есть, подгорает мгновенно. Надеюсь, в этих алюминиевых как-то будет получше. Именно в стальной миске, когда ставишь, да, куда-то, вот где именно, допустим, огонь горит, да, снаружи кольцо, как бы, форма круглого пламени, так же и подгорает. Поэтому, если где-то на дрова с тонкой стали эту миску ставишь, с нержавейки, то вот, где уголек более активный, да, там вот так вот пятнами и подгорает, в общем. Так, ладно, вернемся к взвешиванию наших тарелочек. Ну, давайте с большой начнем сейчас. Весы прогрузятся. Увидеть бы надпись. Ох, наверное, я ее не увижу. Так, 133 грамма, по-моему, было. А, 138,8 грамм. Сейчас еще раз попробую. Так, сейчас посмотрим еще разок. Что-то не пойму. Да, 138 грамм. Попробуем маленькую взвесить. Ну, здесь тоже, блин, не видно. Сейчас. 132 грамма. Сейчас еще раз перевесим. Да, 132,5 грамма. Весы маленькие, миска закрывает, экран не видно. Также один из факторов, почему я прикупил эти тарелочки, является тот факт, что часто на коп с собой не берешь каких-то продуктов для варки супов, там в варке макарон, каких-то долгих приготовлений, а всего лишь возьмешь баночку каши, баночку тушенки. Все это дело разогреешь. Но в котелке, из-за его небольшой такой площади дна, да, скажем, и высоких бортиков, греть небольшое количество пищи там на дне, как бы не очень удобно. А вот, мне кажется, в такой миске поставить ее на маленький какой-то костерок, угли или на ту же газовую горелочку и разогреть гораздо удобнее будет и комфортнее. Ну и сразу можно с нее есть, и не надо уже перекладывать в крышку от котелка. А котелок, кстати, можно с собой брать и не пачкать, просто разогревать в нем, кипятить воду для чая или кофе. Ну, в общем, вот в моем туристическом снаряжении появились вот такие вот мисочки. Ну что ж, практика покажет, как они удобны. Ну, на этом, пожалуй, все, ребят. Больше о них рассказывать нечего. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до новых встреч, увидимся. И, надеюсь, в ближайшее время схожу в зимний поход и прихвачу их с собой. Ну все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok